МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Полина Шорохова. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большая вода пришла в Демянск. В районе подтоплены несколько деревень и размыт ряд участков дорог. Президентские гранты для новгородских НКО. Восемь региональных проектов получат поддержку из федерального фонда. Уже шестикратный новгородский форсаж вновь стал чемпионом страны по кону пола. В Демянском районе ликвидируют последствия вчерашних ливней. Обильные осадки привели к подтоплению ряда дворовых территорий, повреждены несколько участков дорог. Сейчас в муниципалитете работает оперативная группа регионального управления МЧС, включая аэромобильную группировку. Жители района выкладывают в социальные сети любительские съемки происшествий. Популярность набирает видео, опубликованное ВКонтакте пользователем Александром Ермолаевым. На нем мужчина наблюдает за размытием насыпи у деревни Кривско. Внезапно происходит полный обвал дороги. Человек, к счастью, успел отойти от опасного места буквально за секунду до этого. Подтопленными оказались ряд частных территорий в самом райцентре, а в деревне Черный Ручей пришлось даже прибегнуть к эвакуации жителей. Вот что сообщил глава района Владимир Еремин. Река вышла из берегов, подтоплено 12 домов. 30 человек эвакуировано, 2 семьи, садика. Всю ночь и утро работали на месте, в Черном Ручье. Людям сейчас в ближайшее время, уже утром мы встречали, приезжал фельдшер, обследовал, привез лекарства, после обеда привезут к их пойти. Службы электриков, пожарников, ГИБДД ночью также работали. В принципе, сейчас вопросы больше уже не по Черному Ручье, а по-моему, Демиаз. Ну и есть дороги под мы в поселениях. Которые поселения под мы вождем имеются. Как только вода отойдет, будем восстанавливать. Это лето, очевидно, войдет в историю области, как самое дождливое. Ранее размытие обрушения дорог, а также затопление домов наблюдалось в Любытинском, Крестецком, Акуловском, Боровическом, Пестовском районах. В столице региона в ночь на минувшее воскресенье затопило ряд улиц, автовокзал, подвалы многоэтажек. А в новой мельнице Новгородского района дачники лишились урожая. Прогнозы синоптиков неутешительные. Завтра вновь дожди, правда кратковременные, местами возможны грозы. График ремонта путепровода над железной дорогой Чудова-Новгород будет скорректирован. Как сообщил сегодня глава региона Андрей Никитин, правительством области совместно с руководством управления дороги Россия достигнута договоренность об оптимизации сроков проведения работ. Необходимость решения данного вопроса возникла после многочисленных жалоб, которые поступают от жителей и гостей Новгородской области. Мы уже рассказывали, что люди испытывают трудности и вынуждены стоять в многочасовых пробках при проезде участка трассы М-10 в районе Чудова. В результате график ремонта путепровода будет оптимизирован таким образом, чтобы первый этап завершился уже к 1 октября, и движение по дороге открылось без ограничения в обе стороны. Второй этап ограничений придется пережить уже весной будущего года, когда начнется ремонт другой половины путепровода в сторону Москвы. Планируется, что все работы на данном участке трассы М-10 будут завершены в июне 2018-го. Новгородские НКУ выиграли президентские гранты. Итоги первого конкурса подвел Координационный комитет фонда. Впервые наш регион занял шестое место среди всех субъектов России по доле победителя от общего числа поданных заявок. Среди тех, кто получил президентский грант и Центр развития робототехники, программирования и киберспорта. Суть их проекта предельно проста – популяризация робототехники среди школьников и молодежи. Для этого надо не так много, побольше мастер-классов и фестивалей с привлечением команд и экспертов из соседних регионов. Такого массового охвата нет. Чтобы появились талантливые инженеры, чтобы появились будущие билгейцы, надо, чтобы, конечно, в этом участвовало большее количество. Поэтому мы и такие проекты создаем, и в этом направлении пытаемся двигаться. Сумма президентского гранта, выделенная робоцентру, – почти 3 миллиона рублей. В первую очередь эти деньги будут потрачены на покупку оборудования и развитие новых направлений в работе. Это направление в области полетов с дронами. А также интересно было бы развить еще одно направление – это радиоуправляемых автомобилей. То есть проходят различные гонки, есть много всяких классификаций, в которых никто из Новгородской области не участвует. Поэтому вот если удастся эти направления все приподнять, то, наверное, в техническом плане Новгород и Новгородская область изменятся. 29 заявок от некоммерческих организаций из шести районов Новгородской области претендовали в этом году на получение президентского гранта. Сферы деятельности самые разные, и, безусловно, все они крайне важны для улучшения жизни наших земляков. По итогам оценки федеральных экспертов, поддержку фонда получат 8 наших проектов. Такого успеха на федеральном уровне новгородские НКО добились впервые. Наша область впервые за всю историю на конкурсе президентских грантов заняла шестое место по стране. Порядка 15 миллионов рублей нашим новгородским областным некоммерческим организациям было выделено при поддержке президента. Но как распределяются эти гранты? Чем лучше заявка, чем она серьезнее продумана, тем они лучше поддерживают. Долина получила 4 миллиона с лишним. Также президентскую поддержку получили проекты Союза пенсионеров с компьютером «Мир без границ», движение сельских женщин «Творческие семейные мастерские», проект по альтернативному решению споров и проект «Забота в каждый дом Новгородского областного совета женщин». Не остались равнодушными эксперты и к проекту по популяризации культурного наследия России «Звучащий мир древнего Новгорода», подготовленному Центром музыкальных древностей Владимира Поветкина. В свою очередь в правительстве региона отмечают заявки, которые не набрали необходимого количества баллов в первом конкурсе, смогут принять участие в следующий раз. Алена Савтина, Юлия Бабич, Владислав Ковалевский, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Качество воды, медицинское обслуживание, режим работы отделения почты. Это лишь некоторые темы, которые поднимались сегодня во время встречи Андрея Никитина с коллективом Подбереского комбината хлебопродуктов. Подробнее Юлия Бабич. Этому комбинату 43 года. В 2008-м он вошел в агрохолдинг «Белгран Корм» и теперь потихоньку ремонтируется, переоснащается, заводится новым спецтранспортом. Сейчас здесь трудятся почти две сотни специалистов. Многие, как и Сергей Куприн, старожилы производства. Для корма выпускаем практически всех видов, для всех видов животных. Птицы, коров, крес, свины корма, птицы, соответственно, это наше основное производство. Количество выпускаемой продукции предприятие способно увеличить в два раза, отметил руководитель комбината. Люди здесь умеют работать при любых обстоятельствах, и в кризис, и во время масштабного ремонта. Этот факт Андрей Никитин заметил и отметил. Поэтому во время диалога с исполняющим обязанности губернатора никто из специалистов о своих трудовых буднях речи не вел. Если только совсем немного, поясняя проблемы с местным почтовым отделением. Обед у нас с ними совпадает. Рабочий день, но что же с ними совпадает. На почту нам не попасть. Режим работы этого конкретного отделения постараются сделать удобным для жителей в ближайшее время. Однако Подберезе не единственный населенный пункт с подобной проблемой. Таких по области много. Поэтому стоит подойти к решению вопроса комплексно. Нового руководителя почты я знаю. Весным 5 лет работал, когда он был замминистра экономии. Давайте мы системно попробуем вместе с главами проанализировать все проблемы с почтой по всем районам. И я бы, наверное, к нему съездил, но с каким-то комплексным решением, что давайте нам вот такие графики. Много вопросов было по медицине. Путь к педиатрам лежит через огромные очереди. К узким специалистам попасть очень сложно, сетовали люди. Относительно последнего Андрей Никитин пояснил. С 1 октября возможность записать пациента к нужному врачу появится у терапевтов. Сразу во время приема. Время и нервы людей от этого должны экономиться. Массово поддержали вопрос сотрудники предприятия и по качеству воды. Не только в Подберезе, но и во всем районе. Сейчас немножко переориентировали расходы, там чуть-чуть добавили на воду. Да, я понимаю, что это базовый приоритет. Значит, сейчас я там практически еженедельно общаюсь с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, чтобы они нам помогли на следующий год с деньгами здесь. Надеюсь, они нас поддержат. Ну и естественно, в областном бюджете мы будем это закладывать. Потому что понятно, что без воды тут развитие не будет долгосрочного. Завершая встречу, Андрей Никитин подчеркнул, что сейчас качество воды и состояние дорог – проблемы первоочередные. Чудо в один день ждать, увы, не приходится. Но системная работа хотя бы в течение года должна дать первый видимый результат. Юлия Бабич, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Знаменитый вал областного центра все же начали благоустраивать. В этом году новгородцы стали активно жаловаться на неухоженный вид достопримечательности. Вал окольного города является памятником древнерусского военно-оборонительного зодчества. Также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в последнее время в администрацию поступали жалобы новгородцев, ведь историческое достояние города полностью покрылось высоким травостоем. Непрезентабельный вид бросается в глаза не только жителям, но и туристам. Прошлым летом постоянно гуляли с детьми, даже ездили на велосипедах. А сейчас на вал просто не пройти, жалуются горожане. Окос их невозможен механизированным способом, а только ручным. Мы понимаем, что это скользко, это опасно, это глина. Поэтому, к сожалению, неблагоприятные погодные условия не позволили вовремя приступить к кокосу валов. Городское хозяйство уже приступило к работам по покосу травы. На сегодняшний день благоустроено 80% всей территории. А до 11 августа уборка сухой травы и мусора будет завершена в полном объеме. Новгородский «Форсаж» подтвердил звание сильнейшей команды страны по конуполу. На прошедшем в Москве чемпионате России завоевано золото. Сейчас большинство наших ребят готовятся к первенству Европы, которое состоится во Франции. Утренняя тренировка конуполистов на грибной базе. На воде только юные воспитанники спортшколы. Будущее основного состава шестикратных чемпионов России. Парней, которые первыми начали профессионально заниматься новым для нашей страны видом спорта. Они уже давно выросли из школьного возраста, но продолжают играть. Больше половины из тех, с кем мы выиграли первый чемпионат России, остались. Три человека уже и в армию побывало и вернулось, уже и работать все пошли. И все равно получается выигрывать. Второй этап Кубка России в Великом Новгороде. Очередное противостояние двух сильнейших команд страны последних лет. Нашего «Форсажа» и петербургского девятого вала. Тогда, как и на завершившемся недавно в Москве чемпионате России, сильнее были новгородцы, которые уверенно победили очень серьезных соперников. Они живут в Санкт-Петербурге, там немножко другое финансирование. И у них сейчас бы уровень немножко поднялся по сравнению с прошлыми годами. Были времена, когда «Форсаж» на внутренней арене выигрывало вообще все, что только возможно. Многим это не нравилось, да и самим парням отсутствие серьезной конкуренции не шло на пользу. Теперь ситуация немного изменилась. Дважды в финале этапов Кубка новгородцы уступили петербуржцам. Второй год подряд мы не можем выиграть Кубок России. И, соответственно, на чемпионат России получается больше настраиваться. И уже появляются боленщики среди других команд. А так все болели против вас? Ну, одно время да, потому что выигрывали все подряд, все, что можно. А начали немножко сбавлять некоторых игр и на турнирах. И уже стали поддерживать. На следующей неделе сильнейшие российские конополисты соберутся на традиционный турнир в Валдае, который станет очередным этапом подготовки к главным международным соревнованиям. В конце августа шестеро новгородцев отправятся во Францию на чемпионат и первенство Европы. Трое в составе основной сборной страны, трое в молодежном составе. Нас в Европе уважают. Мы два раза подряд пятое место занимали на первенстве Европы до 21 года, побеждая довольно сильные команды, которые претендовали на победу в турнирах. И один раз мы, по-моему, проиграли только французам за весь турнир, которые стали чемпионами. У мужской и женской сборной России амбиции пока довольно скромные. Выступить как можно лучше и как минимум пробиться в десятку. На молодежь возлагаются куда большие надежды. У ребят есть реальные шансы стать призерами первенства Европы. Алексей Дмитриев, Петр Самусов, Новгородское областное телевидение. К этому часу все интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70 30 03. Впереди реклама и прогноз погоды, развитие событий в наших вечерних выпусках. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин